Согласитесь, сегодня сложно представить человека, у которого нет своего телефона. Однако, несмотря на это, уже через полгода многие гаджеты начинают работать намного хуже, ломаются, а иногда и вовсе перестают работать. Это, конечно же, неприятно, но в большинстве случаев виноваты сами владельцы. Задумайтесь, когда в последний раз вы читали инструкцию по применению? С вами канал ТОП ХАЙП, и сегодня вы узнаете о 15 ошибках, которые портят телефон. Погнали! 1. Следите за яркостью экрана и избегайте цветных обоев Экран блокировки – это то, что встречает нас каждый раз, когда мы смотрим время, проверяем уведомления или пропущенные вызовы. Естественно, каждому из нас хочется, чтобы заставка была красивой и привлекательной. Однако яркие и красочные обои могут негативно сказываться на времени работы батареи. Удивительно, но это действительно так. Для того, чтобы сохранить заряд аккумулятора, лучше установить черно-белую картинку. Помимо этого, попробуйте уменьшить яркость экрана примерно на 30-40%. Это простое действие значительно продлит срок службы батареи. При этом всем вы также сможете увидеть необходимую информацию на экране гаджета. Также постарайтесь не использовать яркость экрана на максимум, даже в самую солнечную погоду. Лучше всего воспользоваться функцией автонастройки, что позволит рационально использовать яркость экрана. Не покупайте дешевые зарядные устройства и батареи. Главная проблема дешевых батарей заключается в том, что ты никогда не знаешь, что у них внутри. У них может не оказаться встроенных регуляторов, или же они могут быть очень низкого качества. Кроме того, нередки случаи, когда использование неоригинальных зарядников являлось причиной пожара. Также одной из опасностей использования неоригинальных зарядных устройств является риск получения электрического заряда. Поэтому если при общении с техникой вы хотите максимально обезопасить себя, то используйте только оригинальные аксессуары. Третье. Будьте осторожны со сверхбыстрыми зарядниками. Порой в жизни бывают ситуации, когда телефон необходимо зарядить очень быстро. Именно для этого и существуют сверхбыстрые зарядные устройства. Однако будьте с ними предельно осторожны и постарайтесь не использовать те устройства, которые могут полностью зарядить вашу батарею менее чем за час. Периодически разряжайте свой аккумулятор. Придумайте для себя новый ритуал. Каждые три месяца разряжайте телефон до нуля. После него заряжайте его до 100%. Это простое действие поможет сохранить вам емкость батареи и увеличить срок ее службы. Пятое. Обращайтесь с телефоном как можно аккуратнее. Если вы автолюбитель и часто водите машину, то наверняка любите держать свой смартфон где-то неподалеку. Если это место приборная панель, то советуем выбрать вам другой вариант. Дело в том, что постоянная встряска и удары могут привести к печальным последствиям. Возможно это произойдет не сразу. Но со временем дефекты будут накапливаться и в какой-то момент телефон может сломаться и просто откажет. Помимо этого не держите телефон в руках на жаре. Так как, естественно, температура на улице в сочетании с теплом ваших рук может негативно сказаться на работе батареи. Протирайте дисплей и чистите порты. Большинство современных телефонов являются сенсорными. Поэтому неудивительно, что с течением времени экран смартфона становится грязным. Так как мы пользуемся им постоянно и в любом месте. Чтобы очистить дисплей от грязи, лучше всего использовать безворсовую салфетку со специальным раствором. Но никогда не используйте для этого жидкость для мытья окон. Так как содержащийся в ней аммиак может нанести необратимые последствия. К тому же, если вы носите смартфон в кармане или в сумке, то велика вероятность того, что ваши порты рано или поздно будут забиты пылью. Особенно часто эта проблема возникает с разъемом для наушников 3-5 мм. Когда вы попытаетесь подключить наушники, то не только услышите музыку, но еще и пропихнете пыль еще глубже. Однако решить эту проблему можно довольно просто. Нужно выключить телефон и при помощи обычной зубочистки почистить все порты. Заряжайте аккумулятор как можно чаще. Слышали ли вы когда-нибудь, что телефон нельзя заряжать до того момента, пока батарея полностью не сядет? Так вот, на самом деле это миф, так как современные батареи не имеют эффекта памяти, и заряжать их можно когда угодно. Дело в том, что большинство производителей батареи измеряют срок службы по количеству полных циклов заряда. В среднем эта цифра колеблется между 400 и 600 циклами. Так что если вы хотите, чтобы телефон прослужил вам как можно дольше, то заряжайте его чаще. В идеале нужно заряжать телефон каждый раз, когда индикатор батареи показывает меньше 20%. Это увеличит количество циклов зарядки примерно в 2-3 раза. Восьмое. Не держите телефон на подзарядке. Вы наверняка слышали, что нельзя оставлять телефон включенным в сеть, после того, как его батарея полностью зарядилась. Опять же, спешим вас обрадовать, что на самом деле это тоже миф, так как встроенный регулятор контролирует процесс зарядки и не даст телефону впитать больше тока, чем ему нужно. Но не спешите оставлять свои гаджеты на вечной подзарядке, так как для большего срока службы аккумулятор должен работать самостоятельно. Именно поэтому лучше всего держать уровень заряда между 40 и 80%. В таких границах аккумулятор прослужит вам больше всего времени. Следите за колебаниями напряжения. Никогда не заряжайте свои телефоны и другие электронные устройства, если за окном гроза. Немедленно выньте все зарядные устройства из розетки, иначе вы рискуете попасть в опасную ситуацию. Сетевые фильтры защищают бытовую технику от перенапряжения, но ни один из них не справится с ударом молнии, потому что мощность разряда может достигать нескольких тысяч гигавольт. Пользуйтесь облачными хранилищами. Даже если на вашем смартфоне полно свободного места, то лучше всего все равно воспользоваться облачными хранилищами. Это положительно скажется на работе гаджета, плюс увеличит его производительность. Ну и конечно же самый главный плюс заключается в том, что ваши данные никогда не будут утеряны, даже если с вашим смартфоном что-то произойдет, например, если он упадет в воду. Из этого следует следующий пункт – берегитесь воды. Еще с детства всем известно, что электроника и вода – вещи несовместимые. Однако до сих пор именно вода является причиной гибели многих смартфонов. Если вы уронили телефон в воду, то первым делом необходимо выключить гаджет, если это возможно, и извлечь из него батарею. Также необходимо будет вынуть все сим-карты и карты памяти. После этого необходимо положить все эти вещи в миску с рисом и надеяться на лучшее. Конечно же это не стопроцентный метод, но рис действует как абсорбент и впитывает воду. Если вам повезет, то ваш телефон вскоре снова заработает. Избегайте высоких температур. Одна из слабостей всех современных аккумуляторов – это температура. Почти все литий-ионные батареи неустойчивы к перегреву, так что для них нет хуже испытания, чем жара. Именно поэтому никогда не оставляйте свои гаджеты на открытом солнце или вблизи источников, излучающих высокие температуры. Помимо этого, несмотря на то, что у большинства современных смартфонов очень качественные дисплеи, почти все из них плохо переносят солнечный свет. Если часто оставлять телефон под прямыми лучами, то вскоре вы заметите, что цвета на экране станут тусклее и бледнее. Избегайте переохлаждения. Получается немного странная ситуация. Когда вокруг жарко, использовать телефон нельзя. Когда холодно, тоже нельзя. Так как же вообще быть? На самом деле, с холодом все не так критично, просто на морозе аккумуляторы живут гораздо меньше, чем при нормальных температурах. Так что, если вы хотите, чтобы заряда телефона хватило на как можно дольше, то носите его во внутреннем кармане куртки. Если же такой возможности нет, то кладите его во внешний карман, но обязательно в защитном чехле. При низких температурах аккумулятор перенапрягается, что ведет к дополнительному расходу энергии. Именно по этой причине, как вы наверняка заметили, на морозе смартфоны разряжаются быстрее обычного. Ну а в комменты напишите, какой у вас телефон и как долго он держит заряд батареи. Например, мой телефон держит 2-3 часа зарядки, потому что я постоянно им пользуюсь. 14. Не обновляйте программное обеспечение. Как часто ваш телефон предлагает установить вам какое-то обновление? Как правило, глобальные апгрейды выходят раз в год, но лучше оставить все как есть, если ваш телефон был куплен более чем 2 года назад. Дело вовсе не в теориях заговора или жадных производителях, которые хотят продать как можно больше новых устройств. Все гораздо проще. Мир не стоит на месте, технологии постоянно меняются, а вот начинка вашего смартфона, увы, остается такой же. Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше всего сначала прочитать отзывы других людей о новой версии ПО. Ведь иногда бывает и так, что после установки обновления вернуться к старой версии уже невозможно. Так что если вы с новыми технологиями на вы, простите за каламбур, то советуем оставить все как есть. 15. Снимайте защитный чехол. Если у вашего гаджета плотный, толстостенный чехол, то это может плохо влиять на работу батареи и телефона в целом. Во время зарядки ваш смартфон может перегреться и перестать работать. К сожалению, на рынке предоставлено так много различных чехлов, что производители попросту не могут предусмотреть все варианты. Поэтому лучше снимите все дополнительные аксессуары с телефона перед тем, как ставить его на зарядку. 16. Не витайте в облаках с телефоном в руках. Осознаете вы это или нет, смартфон это ценная вещь на черном рынке и желанный объект для воров. 16. Около 40% краж в крупных городах в 2018 году пришлись на кражи мобильных девайсов. Ну и на этом все. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. С каждым лайком под этим видео ты получаешь плюс 100% к своей зарядке. Ну а также, если ты еще до сих пор не подписан, то обязательно сделай это прямо сейчас. Потом вруби колокольчик, чтобы не пропускать самые ядерные, свежие и крутые выпуски. Плюс, если у тебя есть время, то ты можешь заценить несколько наших предыдущих выпусков. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за просмотр.